всем привет всем моим дорогим подписчикам и гостям моего канала я хочу вам сегодня рассказать о таком прекрасном необыкновенном цветке как агланема это чудо я купила в ботаническом саду и меня ну прям привлекло этими прекрасными глянцевыми листочками вот новые листики его где-то в январе купила вот новый листик она мне подарила она вернее вот красивое растение такое необычное видите как она листик блестит и вообще глянцевые листья не красивые необыкновенно его приятно так трогать вот очень хорошее растение эффектно и она из рода вечно зеленых трав и полу кустарников семейства ароидных вот в дикой природе она встречается в дождевых лесах тропиках новой гвинеи малайского архипелага и юго-восточной азии растет обычно вдоль рек на нижней полосе лесов и равнинах вы только представьте какая красотища спускаешься к реке а там целый ряд агланем растет и вы так идете вдоль агланем и любуетесь всей этой красотой ну красотища правда же и я рада что мы имеем такую возможность не просто там мечтать фантазировать а иметь такое прекрасное растение в нашей квартире потому что она действительно радует наш глаз как же ухаживать за таким растением давайте об этом поговорим агланема неприхотливое растение вот однако для создания благоприятных условий для ее выращивания следует следует помнить о том что это тенелюбивый цветок а значит и условия должны быть подобающими идеальное место для этого растения это восточные окна а если нет возможности выращивания на восточном окне значит необходимо искусственно создать для нее полутень и тогда она будет очень вам благодарна прямые солнечные лучи приведут к ожогом и дальнейшей гибели растения поэтому вы для нее должны выбрать самое безопасное место оптимальная температура выращивание от 20 до 25 градусов помещение не должно быть резких перепадов и сквозняков зимнее время температура температуру можно постепенно опускать до 16 18 градусов также поливать это растение а вода должна быть мягкой и поливать нужно тогда когда подсыхает верхний слой почвы давайте еще позаботимся о влажности воздуха что немаловажно для растения это играет очень важную роль выращивание глонем поэтому нужно своевременно поливать и опрыскивать с пульверизатора это растение какая же должна быть у него почва давайте об этом поговорить поговорим значит есть покупная земля можно купить покупную сейчас их достаточно в продаже однако можно и самим приготовить такую смесь почвенную значит для этого понадобится три части листовой земли одна часть песка и одна часть торфа ну и плюс к этому я вот когда сажаю растение я обязательно чуть-чуть добавляю толченого древесного угля это обеззаражит почву и предотвратить развитие различных заболеваний поэтому я вам советую приобрести это растение правильно за ним ухаживать и она будет вас радовать еще долго и долго и долго а теперь я хотела бы с вами попрощаться до скорой встречи заходите на мой канал ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал буду очень рада благодарю вас за просмотр всего вам прекрасного до свидания друзья